Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Сидне, это русский клуб. И русский клуб Стратфиль, я беседую с Людмилой Ангус. Вот мы вошли сюда, в такую маленькую, но очень замечательную, красивую галерею, где люди, русские, рисуют и представляют свои работы. Людмила, как давно работает такая выставка? Эта галерея работает уже 4 года. В русском клубе, обратите внимание. Мы очень давно сделали ее и собрали здесь всех наших живых художников из Сидне, которые нам с радостью принесли эти картины и даже иногда продаются они картины. Ну, замечательно. Они здесь продают картины. Ну, кто-то хочет продавать, значит на каждой картине написано. Сколько она стоит? Ну, а кто-то не хочет продавать, значит она... Картины, как дети. Их если хочется отдать, то только в хорошие руки. Да, да. Это так. Ну, замечательная, конечно, это прекрасная идея и хорошо, если бы у нас в русском центре в Бризване вот эту идею тоже взяли себе на заметку. Потому что у нас очень много художников, но, к сожалению, люди даже не знают друг друга и не знают, что кто-то рисует. А посмотрите, какие работы. А здесь и масло. Ну, вот это уже вот, да, сделано? Нет, нет, нет. Это картины. Все, все это здесь оригинальные, все картины, которые, ну, ты, так, в принципе, на стадии снатожных педагогов. Да, а сегодня у нас оператор нашего видео Муся Малышева, который вот сегодня у нас за оператора. Я очень рада, что в этот раз я путешествую с таким творческим визитом в Сидней, с оператором. О, замечательно. Да, вот покажите эту картину. Да, расскажи, пожалуйста. Это картина Рики Груздевой, самого нашего известного, самого титулованного русского художника в Сидней. Вот она такая, такая картина. Ну, вот несколько лет мы проводили выставку наших художников, так она у нас завоевала первый приз со своей картиной «Русская бояриня». Замечательно, Людмила, я знаю, что вы каждую пятницу открываете, всегда здесь двери в русском клубе, и любой человек может сюда прийти, рассказать, показать, участвовать в мероприятии. И вот работает буфет, как я вижу, с пирожками, но это вообще замечательно. Мало того, вот уже сегодня, где-то примерно через час, начнется мероприятие, посвященное 220-летию, со дня рождения поэта тетчего Людмила организовала. Молодец, Людмила, это здорово. Мы с удовольствием, конечно, посмотрим, послушаем. Спасибо большое. И еще, пожалуйста, расскажите и покажите нам библиотеку. Мы дальше идем в библиотеку. Вот сейчас библиотека... Сейчас можно выключить. Спасибо. Спасибо.